Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки, а также уважаемые родители! Каковинка продолжает знакомить самых маленьких читателей с добрыми и трогательными стихотворениями современных детских поэтов. Сегодня мы рассмотрим чудесную книжку Надежды Шемякиной «Смеётся солнце в облаках». Высоко-высоко в небе светит яркое солнышко. Сверху ему отлично видно, что происходит на земле. Например, какой причудливый у улитки домик. О чём думает совушка-сова, сидя на ветке дерева. И где обитают хрупкие медузы. Обо всех поведает дружелюбное солнышко. Ничего не скроет от вас, малыши. Приготовьтесь внимательно слушать, а заодно играть с главными персонажами, приветливыми и забавными животными. Друзья, а вы знаете, какое живое существо всегда носит на себе свой домик? Ну, конечно, это улитка. Хрупкая улитка – домик-пирамидка. Круглое окошко, круглое крылечко. А внутри хозяйка, свёрнута в колечко. К вам в гости тоже заскочили подружки-улитки. Они хотят поиграть в волшебный лабиринт. Посмотрите внимательно на картинку и найдите, какая из четырёх улиток доберётся до цветка. Правильный ответ – улитка под номером три. Молодцы, ребята! Какие вы внимательные! Переворачиваем страничку книги Надежды Шемякиной и видим обладателя самой длинной шеи. Да это же жираф! У жирафа много пятен. Он, наверное, не опрятен? Все необходимые пятнышки родимые. Только, пожалуйста, не думайте о жирафе плохо. Он очень аккуратный. Просто окраска его тела такая пятнистая. Кстати, именно она помогает животному прятаться от хищников. А сейчас потренируем наши пальчики. Возьмите девять оранжевых счётных палочек и сверите жирафа по образцу. Лучистое солнышко увидело, как умела мама-львица учит своего сынишку разговаривать. Как интересно! Давайте посмотрим. Львица. Тётя-львица! Тётя-львица! Вам сердится? Не годится? Не рычите на ребёнка! Я не злюсь и не рычу. Это я ребёнка-львёнка разговаривать учу. Р-р-р! Какая заботливая мама! Правда? Её сынок точно скоро научится говорить р-р-р-р! Мальчики и девочки, а давайте немного поиграем со звуками и попробуем правильно их произнести. Сядьте, пожалуйста, перед зеркалом, мы начинаем. Друзья, слышите стук? Д-д-д-д-д-д. Это дятел стучит по дереву твердо и уверенно. Откройте ротик и также постучите языком по бугоркам за верхними зубками. Д-д-д-д-д-д-д. Взгляните, летит комар и поет свою песенку З-з-з. Позвените, как комар. Наши губы улыбаются, а кончик языка лежит за нижними зубами. З-з-з. А вот и жук сел на цветок и зажужжал. Ж-ж-ж-ж. Попробуйте спеть песню жука. Губы окошечком, а язычок наверху в форме чашечки. Горлышко работает. Ж-ж-ж-ж. Слышите шипение? Ж-ж-ж-ж. Это ползет змейка. Пошипите так же, как она. Губы немного округлите, язык поднимите наверх и поставьте чашечкой. Горлышко спит. Получилось? Ш-ж-ж. По небу самолет летит, и мотор его гудит. Л-л-л-л. Наши губки улыбаются, а язычок за верхними зубками. Ну что, погудим, как самолет? Л-л-л-л-л. Вы здорово справились. Умницы. Ребята, между прочим, сова очень наблюдательная птица. Она многое замечает вокруг себя. Не верите? Тогда слушайте. Сова. Какая сочная трава, любуясь, думала сова. Какие пчелки на цветках. Смеется солнце. В облаках. Какие яркие цвета. Вокруг такая красота. Все это думала, а вслух сова сказала только «ух». Совушка хочет проверить, насколько вы сами наблюдательны. Посмотрите на картинку и найдите все силуэты сов среди других птиц. Будьте внимательны. Посчитайте, сколько силуэтов нашли. Правильный ответ – шесть силуэтов сов. Молодцы! Закончить знакомство с книгой «Смеется солнце в облаках» Хотелось бы стихотворениям об очень древних, но в то же время хрупких созданиях – о медузах. Плывут медузы островки, так невесомы и легки, и каждый легкий островок внутри себя таит мирок, где море, пальмы и пески, и где медузы островки. Полюбуемся прекрасным подводным миром и посмотрим небольшой видеофрагмент об этих загадочных животных. Субтитры создавал DimaTorzok Маленькие читатели. Если вам понравились теплые и невероятно милые стихи, которые сочинила Надежда Шемякина, и вы хотите познакомиться с другими героями книжки, тогда скорее приходите в каковинку вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками. А картинки, нарисованные художницей Любовью Ереминой Ношин, наверняка очаруют своей нежностью так, что вам точно не захочется выпускать книгу из рук. Читайте хорошие стихи! Субтитры создавал DimaTorzok